От эмбарго на нефть Москва будет ежедневно терять дополнительно 100 миллионов евро в сутки. И тут вспоминаются слова Путина, которые он твердит едва ли не каждую неделю о том, что никак санкции не влияют. Вот нас хотели этими санкциями задавить, но никак, ну никак санкции не влияют. Видимо, влияют. А о том, как санкции и дальше будут влиять, в том числе и на российскую нефть. Дальше в сюжете. Санкционный дизель и бензин. Мир никогда не переживал таких беспрецедентных санкций. Как новые ограничения повлияют на российскую экономику. На этот раз скважины нужно будет замораживать и останавливать. Не повлечет ли это рост цены дефицит нефтепродуктов в Европе и Украине? В ЕС есть стандарт, запас на 90 дней. И Россия без нефтедолларов. Когда в Кремле могут кончиться деньги на войну? Прошло всего два месяца, как Европа ввела эмбарго на сырую российскую нефть. И вот начинается вторая серия ограничений, которая должна окончательно разрушить российскую нефтедолларовую башню. Как именно? И главное, насколько быстро это может произойти? Дизель и бензин из России не дороже 100 долларов за баррель и мазут не больше, чем за 45 долларов. Такой ценовой потолок на российские нефтепродукты начинает действовать в мире уже с 5 февраля. То есть любая страна, которая захочет покупать российское горючее, должна платить за него не больше этой цены. Ограничение стоимости российских нефтепродуктов призвано пробить огромную брешь в энергетических доходах Москвы. Но удастся ли это? Аналитики прогнозируют, удар от новых санкций будет гораздо более мощным, чем после введения эмбарго на сырую нефть. Более 50% нефти, особенно в Восточной Европе, это российская нефть. Во всей Европе более 40% импорта дистоплива это российский дизель. И как от этого можно отказаться, равно как и от газа и угля? В это никто не верил. Прибыль России от продажи нефти и газа – это почти половина ее бюджета. И именно это позволяет финансировать войну в Украине. Каждый запуск ракеты или снаряда. Только за первые 100 дней войны Москва импортировала одной лишь сырой нефти на 46 миллиардов долларов. Это немного меньше, чем весь военный бюджет страны-агрессора за прошлый год. Но так было еще до начала нефтяных санкций. С введением эмбарго на сырую нефть российские валютные поступления в бюджет значительно уменьшились. По оценкам аналитиков, ежедневно из-за этих санкций Кремль теряет почти 180 миллионов долларов. А с введением потолка на нефтепродукты эти потери будут еще большими – за 300 миллионов долларов в день. Однако в ограничениях для России есть определенные риски для Европы. Самые большие опасения, что это может спровоцировать нехватку топлива на рынках Евросоюза. И как следствие этот эффект мы можем увидеть и на бензоколонках в Украине. Теоретически такое может произойти, если Путин выстрелит себе в ногу и вовсе прекратит экспорт нефтепродуктов по всему миру. Ведь тогда трейдерам понадобится время, чтобы найти замену. Хотя этот сценарий эксперты называют маловероятным. В ЕС есть стандарт – запас на 90 дней. Проигрывает Россия. Дальше путинских угроз о том, что они перекроют поставки недружественным странам, не пошло. Потому что в Кремле понимают, какие последствия России это приведет. Но даже если Путин пойдет на бензиново-дизельный шантаж, в Европе предусмотрен план действий. Поэтому оснований для паники и в Украине быть не должно. Как и очереди на заправках. Ценники там тоже вряд ли изменятся. Я уверен, что мы ничего не почувствуем. Ни 5 февраля, ни 5 марта. Во-первых, все залитые продуктом операционные запасы велики. Поэтому Европа не будет бегать и скупать все, что можно. Есть время, чтобы нормально заключить новые договоры. И всем будет выгодно. Все хотят зарабатывать. На своем бензине и дизеле Россия зарабатывать как раньше уж точно не сможет. Из-за резкого падения цен на нефть Кремль уже не досчитался 20 миллиардов долларов экспортной выручки. Это значительный удар по российской экономике. Но достаточно ли этого для Москвы, чтобы она остановила войну? Это означает прямая потеря рынка. То есть, иными словами, уже на этот раз скважины нужно будет замораживать, останавливать. Это приведет в соответствии с определенной цепочкой к остановке других отраслей, связанных с нефтедобычей. В частности, например, это транспортировка, соответствующие заводы, это логистика, IT-сектор, финансовый сектор. Чтобы и дальше получать нефтедоллары, Россия выкручивается как может. Вступление в силу эмбарго на нефть, страна-агрессор постоянно ищет новые рынки сбыта и отрабатывает теневые схемы. Об этом свидетельствует свежее расследование изданий Reporters United и Investigate Europe. Журналисты выяснили, европейские суда продолжают перевозить миллионы тонн топлива из России. В частности, в расследовании фигурируют танкеры, принадлежащие греческим нефтяным трейдерам. Кроме того, Россия собирает теневой флот и переписывает на иностранные юридические лица свои танкеры. К примеру, российский государственный холдинг Совкомфлот передал десятки судов собственность компании, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах. Турция, Объединенные Арабские Эмираты. Несмотря на то, что Кремлю пока удается в обход эмбарго протолкнуть свою нефть, цена сырья все равно меньше установленного потолка. И это уже лишает Москву сверхприбыли для финансирования войны в Украине. Россия себя загнала уже в такой угол, что у нее очень ограниченное количество потребителей ее нефти. И эти потребители обязательно воспользуются своим положением. Они будут выжимать Россию по цене, сколько это возможно. Потому что, ну сори, но у каждого свои интересы и все такое. Они тоже где-то рискуют, потому что это такая токсичная история. Но с сведением новых ограничений на нефтепродукты России действовать будет сложнее. С поиском новых рынков сбыта однозначно возникнут проблемы. Ведь после того, как Москва увеличила поставки сырой нефти в Китай, Индию и Турцию, ее бензин и дизель там точно будет не нужен. Ведь эти страны и сами их произведут из российского сырья. А потому дополнительно покупать еще совсем нерезонно. Разве что по дешевке. Как сейчас делает Турция? Она покупает российский дизель, а свой, который она производит, экспортирует. Это ведь не нарушение? Вроде бы нет формально. И вот такое замещение, оно произойдет. Его можно разместить. А вот что делать с такими специфическими продуктами переработки, как тот же мазут, когда все заводы загружены? Мазут – это сырье, которое нужно переработать. Среди вариантов, кому еще Россия может продать свои нефтепродукты, остаются страны Африки, с которыми так тщательно налаживают связи в Кремле, а также страны Латинской Америки, которым может не хватить топлива, если США будут больше экспортировать его в Европу. Впрочем, такая логистика для России будет в разы дороже той, что была в странах ЕС. Если нефтепродукты везти из российских портов, например, в Европу, то это занимает максимально одну неделю. В то же время, например, если вы будете везти в Бразилию, это будет занимать где-то примерно 50-60 дней. Другими словами, это фраг судна уже будет стоить в 7 раз больше, то есть и стоимость перевозки, соответственно, в 7 раз вырастет. Кроме того, именно транспортировка нефтепродуктов требует рынков сбыта по соседству. Ведь везут их не как нефть, большими танкерами, которые могут отправлять хоть на край света. Здесь суда меньших объемов, а потому и есть соответствующие ограничения. Следовательно, не исключено, что Россия будет искать новые обходные пути.